Сделать из черного белое. Кабмин уже буквально через месяц вплотную займется зарплатами в конвертах. Масштабные проверки прокатятся по всей стране. Как это будет выглядеть на практике? Какие подводные камни у этого на первый взгляд благого дела? Разбирались мои коллеги. Рабочий день Николая начинается в 7 утра и продолжается в 12, а иногда и в 14 часов. Работает он в частной компании неофициально. Зарплату получает в конверте. Николай приехал в Киеве из Ривненской области 5 лет назад. Свои 47 мастер по ремонтам не смог найти работу с достойной белой зарплатой. Он просит не показывать его лицо, если интервью увидит работодатель, уволит на следующий день. Больше всего мужчину волнует вопрос пенсии. Ведь трудовой стаж не начисляется. Он, как и 4 миллиона украинцев, которые по данным Госстата работают нелегально, в старости не сможет рассчитывать на выплаты. Но и это не все риски. Заболел – остаешься без больничного. Кроме того, зачастую нелегалы трудятся без выходных. Человек, который работает неофициально, он лишен всех гарантий. Это касается и выплаты заработной платы, это касается и гарантий, связанных с какими-то травмами. То есть фактически, если что-то произойдет, то он сможет рассчитывать только на себя. Если он будет обращаться в государственные органы, то доказать потом факт его работы будет достаточно сложно. Тем более, не всегда такие люди даже знают, кто фактически является их работодателем, этим неофициальным структурой или человеком, кому потом предъявить претензии. Сейчас, по словам юристов, действуют две схемы. Серая зарплата, когда минималку работник получает официально, остальное в конверте. И черные зарплаты, когда на руки в обход законов выплачивают все деньги. За месяц до начала проверок власти намерены убедить работодателей привести в порядок штатное расписание и отбелить зарплаты. С этими схемами сталкивался почти каждый, кто искал работу. Ситуация такая в Украине, что получилось, что людям или вообще платят маленькую зарплату, или платят неофициально. И они вынуждены идти на эти условия, потому что надо как-то выживать. На неофициальной работе больше платят, чем на обычной. Ниже не зарплату получают. Это мыслимо? Это так не мыслимо работать. А люди работают очень сложно. И рискают своим здоровьем. Так, и люди влаштовываются неофициально. Поэтому они еще получают дополнительную помощь для пенсии, для зарплаты. Но откуда возьмутся деньги на соцвыплаты, если каждый третий работник не платит налоги? Это колоссальные средства. Поэтому в Кабмине решили с 5 октября начать реальную борьбу с нелегальным трудоустройством. И даже утвердили соответствующее распоряжение. В рейдах планируют задействовать налоговиков, госслужбу по вопросам труда, местные органы исполнительной власти и даже нацполицию. Все ведомства должны будут передавать данные в Минсоцполитики, а те до 15 числа каждого месяца отчитываться о результатах проверок в Кабмине. По словам самих предпринимателей, идея проверять всех и вся неплохая. Но на практике все может оказаться сложнее. Рада предпринимателей при Кабмине в Украине выступает за то, чтобы легализовать зарплаты, чтобы защитить работника перед работодавцем. Однако мы категорично против, категорично предпринимаем, чтобы это не было тиском на бизнес, на бизнес, который легально работает, который легально платит заработные платы. Мы направили запрос в Министерство соцполитики, чтобы узнать, каким образом в октябре будут проходить масштабные проверки. Однако там пока не готовы ответить, почему украинцы становятся нелегалами в собственной стране. Наталья Шумакова, Лариса Зубенко, Лина Зеленская, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер.